Друзья мои, всем привет-привет! С вами Маруся. И сегодня мы начинаем озвучку нового фанфика от нашего любимого автора ZZZY. Фанфик называется «Жетем». Я тебя люблю. Но для начала я настоятельно вам рекомендую на канал подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать продолжение и выход новых интересных работ. Что же касается фанфика «Жетем». Работа небольшая, всего лишь четыре части, но я просто не могла оставить ее без внимания, потому что очень интересно. Я, не скрою, уже ее прочитала. Итак, описание. Чонгук отправляется в далекий горный поселок на стажировку, которая должна изменить его жизнь. И она действительно ее меняет. Но не совсем так, как он думал. Пэринг и персонажи Ким Тихён Чонгук. Рейтинг NC-17. А это значит, что будут моменты, которые мы на Ютубе пропустим. И поехали. Часть первая. Чонгук проводил долгим взглядом очень быстро исчезнувшую станцию. Такое, чтобы ехать одному и в такую даль, у него это было впервые. И Гуку хотелось напитаться всеми этими волнующими ощущениями на полную, чтобы затем рассказать младшему братику и сестричке обо всем, что видел, где был и что узнал. А они бы, захлебываясь от переполняющих их эмоций, наперебой задавали бы ему миллион вопросов. И он бы ответил на них все. Ну вот, не успел уехать, а уже скучает по ним. Чонгук сам себе укоризненно покачал головой и усмехнулся. И как он собирается провести целых три месяца без этих сорванцов? Эта поездка – нечто очень важное, очень ценное для него и всей его дальнейшей жизни. Если Гуку удастся проявить себя и ему посчастливится войти в пятерку лучших стажеров, ему предложат работу, а значит, больше ни о чем беспокоиться не придется. О том, что с таким работодателем ему не придется ни о чем переживать, говорит хотя бы то, что ему выдали билет на крутой экспресс класса люкс. Роскошный поезд Royal Express, который словно стрела, мчался к своей цели без остановок. Здесь все было по высочайшему разряду. И, если честно, Чонгук даже не представлял, что у них в Корее существуют такие поезда. 72 двухместных и 12 одноместных премиум купе с богатыми интерьерами и 24-часовым обслуживанием. Словно в лучших гостиницах мира. Каждый вагон отличался своим индивидуальным интерьером и стоящий за его убранством особой историей. Дизайн поражал, как и используемые в отделке материалы. От вишневого дерева до шлифованной стали с вкраплениями из горного хрусталя. Включая инкрустацию по дереву и филигранную мозаику. Все купе имели собственные кондиционеры, ванные комнаты с душем, туалетными принадлежностями и свежими полотенцами. Кожаные кресла, в которых можно расслабиться. Рабочие столы и кокетливые чайные столики. А в некоторых даже большие удобные кровати. В вагоне ресторане проходили неспешные обеды, меню для которых разрабатывали шеф-повара. Традиционные послеобеденные чаепития и вечерние коктейль-вечеринки. Недостатка здесь не было ни в чем. И все это, не включая великолепных видов и из окон поезда. Конечно, в таком экспрессе путешествуют только очень состоятельные люди, которые без проблем могут выбросить огромную сумму денег. Не за дорогу, нет. За комфорт. Так что Чунгук, так неожиданно попавший в это царство роскоши, был в высшей степени воодушевлен тем, что его путешествие начиналось настолько ярко, непредсказуемо и необычно. Проводник, проверив его билет, провел Гука в один из таких премиум-купе и, пожелав приятного время препровождения в Роял-Экспресс, быстро вышел. Пока что роскошное купе на двоих пустовало, и Гук очень надеялся, что так и будет. Чтобы иметь возможность почувствовать себя полноправным хозяином этой движущейся комнаты с поразительным, хоть и быстро сменяющимися видами из окна. Когда поезд тронулся с места, Чунгук не смог сдержать счастливые улыбки. Второй пассажир так и не появился. В первый час он бездумно пялился в окно и делал сто тысяч фотографий мест, через которые проезжал, вернее, пролетал, экспресс. Дорога занимала восемь часов, так что Гук, чтобы не скучать, захватил с собой из дома книгу, которую уже давно хотел перечитать, и Бента, собранная ему сестрой. Конечно же, посещать местный вагон-ресторан он не собирался, так что после первого часа наслаждения видом из окна Чунгук решил почитать и перекусить. Но только он открыл Бента, раскрыл книгу на первой странице и приготовился вкушать пищу для ума и тела, как дверь в купе внезапно распахнулась. Гук едва не вздрогнул от этого резкого звука и опасливо посмотрел на вошедшего. Так, чтобы уверенно входят либо начальники, либо сильные мира сего, или все вместе. На пороге стоял молодой мужчина. Заметив Гука и его взгляд с Хмурого, сменился на хмуро-удивленный. Насупив брови, он вышел за дверь и еще раз проверил номер купе, чтобы затем вернуться и окинуть своего соседа еще одним внимательным и подозрительным взглядом. — Восемь? — спросил он, продолжая медлить и не торопясь закрывать дверь. Чунгук быстро кивнул. Подумав, он сунул руку в карман и протянул свой смятый билет. Незнакомец скользнул по нему незаинтересованным взглядом, после чего все же закрыл дверь и сел на противоположное от Гука место. Пока он копошился, раздраженно бросая на столик какие-то флэера и поправляя на себя одежду, Чунгук незаметно за ним наблюдал. Эпатажный — это слово бы точно подошло его соседу. Самоуверенный, красивый. Такие смотрят на все вокруг с легким безразличием, потому что все вокруг значительно уступает им и миру, которому они принадлежат. Возраст скорее ближе к тридцати, хотя неизвестно. Возможно, незнакомец тщательно ухаживает за своей, будто высеченной из дорогого мрамора кожей, и тогда ему больше лет. Или наоборот, часто уходит за гулы, и тогда он все же младше тридцати. Стиль незнакомца как бы непринужденно повседневный, но в то же время кричит о том, что у его обладателя толстый кошелек и отменный вкус. Вид презентабельный, одежда качественная, дорогая и, безусловно, хорошо подобранная. Туфли коричневые монки от Сантони. Длинные ноги в бежевых брюках прямого покроя от Бугатти. Небрежно заброшены одна на другую. Из-под кремового вязаного свитера, подчеркивающего плавные рельефы его тела, виднелся коричневый кожаный ремень Данхилл с замысловатой гравировкой. На шее небрежно наброшенный длинный изумрудный шарф, прекрасно уложенные густые темные волосы и легкий, придающий сияние лицу макияж. Не больше, не меньше ожившая скульптура ангела Микеланджело. «Насмотрелся?» – услышал Чунгук и тут же перевел взгляд на своего соседа. Тот смотрел на него холодно и отстраненно. «Извините», – пробормотал Гук и уткнулся в свою книгу. Прочитал он подмерный стук колес страницы 4, уже почти увлекшись вихрастыми стихами, когда незнакомец заговорил снова. «Трэш!» Помедлив, Чунгук поднял взгляд на соседа. «Извините?» «Трэш! Твоя книга, трэш!» «Вам не нравится Бодлер?» – удивился Чунгук. «Французский поэт-гений не мог не нравиться. В этом он был убежден на все сто процентов. А уж чтобы так отзываться о легендарных цветах зла!» «Средь шума города, всегда передо мной, наш домик беленький с уютной тишиной», – язвительно процитировал незнакомец. «Я ж говорю, трэш!» Почти выплюнул он и полез в карман. «А здесь не курят», – быстро сказал Гук, едва тот достал мундштук. «Точно, любители паташек. Но кто в наше время использует мундштук?» Сосед задумчиво повертел мундштук своими длинными изящными пальцами. И снова Чунгук залик. В этот раз уже на них. А незнакомец в это время с интересом наблюдал за Гуком. Усмехнувшись, он взял мундштук в другую руку и нежно провел кончиками пальцев по всей его длине. Один раз, второй, третий, постепенно наращивая темп. А затем, помедлив, слегка потер подушечкой большого пальца по самому его кончику. И не сдержался с мешка, когда зрачки Чунгука расширились. Гук, смутившись, снова уткнулся в книгу, хотя не видел в ней больше ни строчки. А сосед уже, даже не думая прятаться, откровенно разглядывал покрасневшего парня. «Угостишь?» Снова нарушил он тишину, не отрывая взгляда от сочных губ соседа. Гук сглотнул. Он чувствовал на себе этот потяжелевший, заинтересованный взгляд и знал, что тот гипнотизирует им его губы. «Чем?» Чунгук все же нашел себе смелость посмотреть в ироничные глаза напротив. Но сосед молчал и только легонько провел пальцами по своим губам. Вопреки любой логике, вместо неудобства или страха Гук ощутил, как где-то внутри разгоралось беспокойное пламя. Дышать стало трудно, потому что воздух вокруг становился все гуще и гуще. «Бента?» В конце концов, негромко сказал собеседник, вдоволь напитавшийся состоянием своего соседа. «Ах!» Выдохнул Гук. «Я и не понял, вначале о чем вы. Конечно, угощайтесь!» Чунгук отложил книгу и протянул коробочку с обедом. Но сосед, вместо того, чтобы взять ее, поднялся на ноги и сел возле Чунгука. Да еще и так, чтобы плотно упереться своим бедром в бедро Чона. Ситуация становилась все более смущающей. Но, судя по всему, смущала она только Чунгука. Потому что незнакомец, беря коробочку из рук покрасневшего Гука, не упустил возможности коснуться его руки. Из-за чего тот покраснел еще больше. Сомневаться не приходилось, Чунгука соблазняли. Бесстыдно и стремительно. И здесь было два варианта. Либо незнакомец от скуки просто играл с ним, и на этом все закончится. Либо занимался когда-нибудь сексом в поезде. Гук едва не задохнулся от этого предположения. Но вместо того, чтобы возмутиться или отодвинуться от натянутого легкой тканью брюк бедра, только отрицательно покачал головой. Незнакомец усмехнулся. «Все когда-то бывает впервые». Он продолжал с интересом наблюдать за каждой быстро сменяющейся эмоцией на лице Гука. Чунгук перед этим читал книгу, но он и не догадывался, что сам здесь и сейчас был самой бесхитростной и открытой книгой. «В жизни должно быть место всему и приличным деяниям», — лениво протянул незнакомец, — «и неприличным историям». «Тогда не скучно жить, и тогда не о чем будешь жалеть». Грудь Чунгука вздымалась быстро и тяжело. Возбуждение быстрым потоком бежало по венам. А сам он замер, как лесник-неудачник, в надежде, что опасный медведь обнюхает его и уйдет, посчитав безнадежно мертвым. Незнакомец стянул с себя шарф и набросил его Чунгуку на шею. «Шарф — крайне занятный аксессуар», — между тем продолжил его сосед с нарочитой медлительностью, обматывая шарф вокруг шеи несопротивляющегося Гука. Он сам по себе уже незаменимая для интимной любви деталь. Им можно завязать глаза. И приложил ткань к глазам Гука, тот только сглотнул. Шарф может стать отличным кляпом во рту. И снова продемонстрировал это на Чунгуке, коснувшись мягкой материи его губ. Им можно обездвижить. А еще развести ноги и руки в разные стороны, а затем связать. Гук шумно выдохнул, потому что в белье стало опасно распирать. Им можно дразнить затвердевшие и ноющие без внимания соски. Сосед с интересом рассматривал красного и ерзающего на своем месте Чона. «Его бедро все еще упиралось в бедро Гука», — он покачал головой. «Честно, я бы попробовал с тобой каждый из этих вариантов. Но больше всего...» Незнакомец наклонился к алому уху Чунгука и захватил губами мочку с колечком в ней. «Я бы хотел привязать тебя на своей большой кровати, разведя твои руки и ноги в стороны. Надеть на твой член кольцо и не давать тебе кончить часами, чтобы умолял». Он немного поиграл с сережкой Чунгука в своем рту, а затем отстранился. Чунгук вскочил на ноги и бросился в ванную. Запершись, он опустил крышку унитаза и сел на нее. «А что вообще происходит? Что делать? Что, мать его, делать?» Это все было таким бесстыдным, таким возмутительным и таким возбуждающим. Вот так, видимо, и рождаются те самые истории, которые в старости вспоминают с лукавой и мечтательной улыбкой, но которые никому не рассказывают. Истории, когда ведут себя не так, как принято, а безобразно, свободно. Прошел, наверное, час, когда Гук решил выйти, готовый к любым развитием событий, кроме одного – того, что в купе будет пусто. Сев на свое место, Чунгук сцепил руки на коленях и принялся ждать, когда придет его сосед. Но шли часы, а Гук все так же был в купе один. Поезд приехал в точку назначения, но и тогда сосед не вернулся. Чунгук в нерешительности посидел еще несколько минут, но смысла оставаться здесь больше не было. Он поднялся, взял свою дорожную сумку, забросил на плечо рюкзак, еще раз осмотрел роскошное купе и вышел. Пока выбирался из поезда, пока проталкивался сквозь толпу на перроне, когда выходил за пределы вокзала, он постоянно оглядывался, надеясь увидеть высокую фигуру незнакомца из купе. Тщетно. На его шее оставался забытый соседом зеленый шарф. Как знак, что все это было на самом деле. Роскошное купе, оживший Аполлон и то, что Чунгук едва не совершил ошибку. Гук попытался запрятать куда-то глубоко червячок разочарования, который его неутомимо грыз. Ничего не произошло, ну и хорошо. Значит, все случилось именно так, как и должно было быть. Так что Гук постарался выбросить все ненужное из головы и сконцентрироваться на том, зачем он сюда вообще приехал. В этом небольшом городке находилась одна из самых больших фабрик в стране по пошиву одежды, принадлежащая модному дому КТН. Эта марка одежды была знаменитым корейским брендом, узнаваемым во всем мире. Чунгук проработал в сеульском офисе, модном доме КТН, около полугода. И директор компании Мин Юнги выбрал его одним из стажеров, который, если сумеет пройти стажировку, получит место в основной дизайнерской группе. Было решено, что будущая весенняя коллекция будет создаваться непосредственно на фабрике, которая размещалась в небольшом городке, окруженного лесами и горами. Поэтому сюда съехалась рабочая группа численностью десятка три человек. У всех у них было задание за последующие три месяца создать коллекцию с нуля, тестируя ее, пошив здесь же, на фабрике. Сразу с вокзала Чунгук отправился в местное представительство компании, где должна была состояться небольшая приветственная встреча. Волнение от этого совещания перебивалось событиями, произошедшими, ну или почти произошедшими в поезде. Весь в растерзанных чувствах Чунгук добрался до места назначения, где сразу же столкнулся с директором Мином. «А сэр Мин!» – обрадовался Гук, увидев знакомое лицо. Чунгук отлично понимал, что попал в группу стажеров только благодаря тому, что директор Мин ему благоволил и считал, что с талантами Гука того в будущем ждет блестящая карьера в фэшн-индустрии. «Чунгук, а вот и ты!» – Юнги замолчал, уставившись на шарф на шее Чона, кашлянуло и продолжил. «Почти все уже собрались. Зал заседаний в конце коридора». С остальными стажерами Гук знаком почти не был. И хотя было немного неудобно, со столькими незнакомцами на один квадратный метр, но врожденное позитивное настроение всегда помогало Чунгуку сиять и заводить друзей. Хотя, наверное, все же не в этом случае. Каждый стажер смотрел на других, как на потенциально опасных соперников, поэтому возможность завести себе здесь новых приятелей равнялась практически нулю. Чунгук уже проигрывал остальным. Все выглядели какими-то томными, богемными особыми, случайно попавшими в рабочую обстановку. В то время как Гук был совершенно обычным. В джинсах, футболке с веселым принтом, и да, на его шее красовался дорогой изумрудный шарф. Он сел в углу, достал свой скетчбук и по памяти стал делать наброски незнакомца из поезда, когда пришел Юнги и жестом попросил всех заткнуться, потому что встреча официально началась. «Прежде всего, хочу поздравить всех стажеров, которые прибыли сегодня к нам сюда. У нас есть три месяца на создание крутой коллекции, а у вас три месяца на то, чтобы поразить. Поразить, между прочим, не меня», – с усмешкой заметил Юнги. «К нам пожаловал основатель нашего модного дома, а также по совместительству наш главный модельер, который последние годы проживает во Франции». «Ким Тихен», – подумал Гук. «Он давно мечтал познакомиться с тем, кто был тем самым КТН, что с названием компании, и который создавал удивительные наряды и был идейным вдохновителем многих молодых дизайнеров». Чен Гук жадно всматривался в каждого, кто был в зале, пытаясь понять, кто из них тот самый Ким Тихен. Но Ким Тихена здесь не было. Это Чен понял, когда глава их модного дома резко распахнул дверь, зашел в зал заседаний. Глаза Гука в панике расширились, как только он увидел изящную фигуру, которую буквально за несколько секунд до этого рисовал в своем скетчбуке. Фак! Эпик фейл! Чен Гук как можно тише стянул шарф со своей шеи и запихнул его в карман. Если Ким Тихен его узнает, Гуку не видать этого места. Тут никогда не возьмет свою компанию с беспрекословной высочайшей репутацией человека с настолько низкими моральными качествами. Того, кто едва не позволил совершенно незнакомому человеку трахнуть себя в поезде. Да, именно так. Чен Гук не привык себе врать, и он понимал, что если бы сосед вернулся тогда в купе, Гук бы перед его чарами не устоял, потому что хотел всего того, что предлагали холодные, насмешливые, но такие порочные глаза незнакомца. И тот это прекрасно осознавал. Если Ким Тихен его узнает, Чен Гук и никогда не стать одним из тех счастливчиков, которых возьмут в главную дизайнерскую группу. И поэтому Гук сидел, словно на раскаленных иголках, когда сэр Мин рассказывал о целях их встречи и не мог думать ни о чем другом, только о том, как же сильно он сам себе напакостил. Столько работать, столько сил вложить, бессонных ночей и бесконечных проектов, чтобы застыть согласным на все идиотам перед соседом по купе, который с ним от скуки просто-напросто играл. После приветственной речи Юнгии каждый из стажеров представлялся и немного рассказывал о себе. Когда дошла очередь до Чен Гука, он, внутри молясь всем возможным богам, медленно поднялся на ноги. Гук очень боялся взглянуть на Ким и увидеть огонек узнавания, но ничего не произошло. Тот смотрел на него так же, как и на остальных, безразлично. Чон Чон Гук, мне 24 года, а окончил курсы при университете Хангик. Послышались смешки других стажеров. Каждый из них полноценно окончил учебу в одном из самых престижных университетах Кореи, таких как Сонгюн Ван, Национальный университет искусств или университет Чун Ан. И хотя университет Хангик один из пяти самых лучших учебных заведений страны в области дизайна и искусств, но все, что Чен Гук смог себе там позволить, всего лишь тематические полугодичные курсы. И только сейчас, слушая биографические справки остальных, он осознал, что с его-то данными и без связей, это как он вообще попал в список стажеров. Чун Гука – один из лучших специалистов по тканям, вмешался Юн Ги. Тихен еще раз скользнул незаинтересованным взглядом по Чену, таким же, как тогда смотрел в его билет, и опять уткнулся в свой айпад. Когда Гук сел обратно на свое место, облегчение птицы в клетке стучалось в его сердце, и в то же время было слегка досадно. Ким Тихен не узнал его. Чун Гук понимал, что, скорее всего, эпатажный Ким на постоянном основании соблазняет своих соседей по купе. И для него это совсем не в новинку, и совершенно не то, что стоит запоминать. Но все равно было немного обидно. Вся последующая беседа прошла для Гука, как в тумане, несмотря на то, что он честно пытался сконцентрироваться на том, что говорил сэр Мин. Ким Тихен преимущественно молчал и только быстро пролистывал какие-то бесконечные страницы в своем айпад. Через час эта пытка под названием «знакомство» наконец завершилась, и можно было сбежать отсюда, чтобы обдумать все то, что произошло. Чтобы не привлекать к себе лишнего внимания, Чун Гук не выскочил в первых рядах, но все же излишне замешкался, собирая свои вещи, когда неожиданно осознал, что в комнате они с Кимом остались только вдвоем. Гук очень тихо, чтобы его не заметил Тихен, все еще залипающий в свой айпад, направился к двери. Он уже почти вышел из комнаты, как вдруг услышал негромкое позади себя. «Верни шарф на его законное место». Чун Гук оцепенел, а после этого еще и побледнел. И его все же узнали. «И Ким хочет забрать обратно свой аксессуар». Чун Гук потянулся к карману, но застыл, когда Тихен добавил. «На свою шею». Предательский жар разгорелся где-то во внутренности Гука и стремительно побежал по каждой из кровеносных дорожек его тела. Сердце стучало, как бешеное, кончики пальцев на руках и ногах покалывало, томление медленно оседало где-то внизу живота. Чун Гук с трудом выдохнул и выскочил за дверь. И что с ним теперь будет? И на сегодня это все, друзья. Это была первая часть прекрасного фанфика «Жетем. Я тебя люблю». Возможно, вы услышите всякие посторонние звуки, но я ничего не могу поделать с этим маленьким чудовищем под названием Ким Тихен. Мой кот просто 24 на 7 энергайзер, который бегает, постоянно что-то находит, с чем можно погреметь и бесполезно его успокаивать. Вот, слышите? Я думаю, что вы слышите. Что касается первой главы. Я обожаю такие истории, где такой величественный, надменный и безукоризненный Ким Тихен, властный, доминирующий. Особенно, когда мы погружаемся еще и в мир моды. Я думаю, что вам очень понравится эта история. Обязательно нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить продолжение, которое будет уже завтра. А также хочу вам напомнить, что у меня еще есть страница на Бусте, где более 40 фанфиков уже выложено в моей озвучке. Большинство из них в открытом доступе. Также есть контент с доступом по подписке. Все ссылки находятся в инфобоксе в описании под видео. Также не забывайте, что у меня есть второй канал с озвучками фанфиков. Ссылка тоже находится в описании под видео. Ну и не забывайте поставить лайк, если вам нравятся мои озвучки. Также встретимся с вами в 8 часов вечера в прямом эфире. Либо здесь, на YouTube, на этом канале. Либо в 10 часов вечера я провожу прямые эфиры на Бусте. Тоже в открытом доступе для всех. Ну а с вами была Маруся. Мы совсем скоро встретимся. Продолжение следует. И пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok